Представьте себе, что вы открываете тайны, охватывающие столетия, древние истории, связанные со скрытыми тайнами и невообразимыми силами. Теперь подумайте о Соломоне, великом царе, который господствовал над силами, превосходящими человеческое понимание, захватывая и контролируя могущественные существа. Что, если я скажу вам, что эти тайны напрямую связаны с законом притяжения и что вы можете использовать это древнее знание, чтобы полностью изменить свою жизнь. Сегодня мы исследуем легендарное кольцо Соломона, откроем коды, скрытые в притчах, и поймем, как эти учения могут стать ключом к осуществлению всего, что вы желаете. Но, прежде всего, важно помнить, что с большой силой приходит и большая ответственность. При неправильном использовании те же силы, которые могут вас возвысить, могут также привести к гибели, как это произошло с самим Соломоном. Давайте вместе погрузимся в это путешествие, но с осторожностью, поскольку путь полон испытаний. Закон притяжения – широко обсуждаемая тема, но мало кто знает, что одно из величайших руководств по этой силе находится в самой Библии. Книга притчей, написанная Соломоном, содержит учения, выходящие далеко за рамки здравого смысла. И не только это. Истории, которые передавались из уст в уста из поколения в поколение, раскрывают еще более глубокие подробности о скрытой силе, которой он обладал. Теперь я вас спрашиваю, готовы ли вы научиться использовать эти знания безопасно и с пользой? Если вы чувствуете, что готовы к трансформации, знайте, что Бог дал вам силу достичь всего, чего вы хотите, но также и ответственность использовать ее мудро. Давайте вместе расшифруем мудрость Соломона и раскроем тайны кольца, которые позволило ему управлять сверхъестественными силами. Среди этих историй одна из самых интригующих связана с Осмодеем – царем демонов. Почему Соломон, мудрейший царь, решил контролировать такие опасные силы? Чего он на самом деле хотел, когда строил храм в Иерусалиме? И какова была цена поиска этого запретного знания? Это вопросы, на которые мы будем отвечать на протяжении всего этого путешествия. Будьте готовы. Потому что то, что вас ждет, поразит вас и приведет к глубокому пониманию того, как мудрость Соломона и закон притяжения могут изменить вашу жизнь, если использовать их осторожно. Давайте разгадаем эти тайны вместе. Итак, Соломон решил схватить Осмодея, чтобы осуществить свой план. Он послал своего верного слугу Бенею, который был вооружен волшебным кольцом, цепочкой с написанным именем Бога и куском шерсти. Беная нашел Осмодея в пустыне, но знал, что поймать его будет непростой задачей. Тогда он придумал ловушку, выкопал колодец, наполнил его вином и накрыл шерстью. По соседству он выкопал еще один колодец, на этот раз водой. Осмодей, который, как известно, избегал вина, поначалу устоял перед искушением. Однако через некоторое время его одолела жажда. Он выпил воду из второго колодца, но вскоре почувствовал еще большую жажду. Увидев колодец, покрытый шерстью и, по-видимому, полной воды, но на самом деле содержащий вино, Осмодей выпил его, не осознавая перемены. Опьяненный вином, он стал уязвим. И именно в этот момент Беная воспользовался этой возможностью. Когда Осмодей ослаб, Беная удалось закрепить вокруг себя цепь и взять его в плен в Иерусалим. По пути в город Осмодей ходил по улицам, наблюдая за людьми и, обладая сверхъестественными знаниями, делал комментарии, раскрывавшие глубокие и скрытые тайны их жизни. Такое поведение сделало очевидными его огромную силу и сверхъестественное видение. По прибытии во дворец Соломона Осмодей был вынужден работать на строительстве храма в Иерусалиме. Однако он нелегко принял свой статус заключенного. В минуту неосторожности Соломона Осмодею удалось завладеть волшебным кольцом и временно занять царский трон. Несмотря на хитрость и силу Осмодея, Соломону с его мудростью и божественной помощью удалось восстановить контроль и занять свой трон. Эта история не только иллюстрирует способность Соломона справляться со сверхъестественными силами, но также подчеркивает постоянный конфликт между добром и злом, показывая, когда же самые мудрые могут столкнуться с неожиданными проблемами. Этот рассказ возбуждает ваше любопытство, не так ли? Соломон ловко использовал свое кольцо, чтобы контролировать могущественные силы, но даже ему пришлось иметь дело с последствиями своего выбора. А теперь подумайте, как можно мудро и ответственно использовать собственное кольцо, то есть силу выбора. Самое интересное еще впереди, поскольку умение использовать эту силу может удивительным образом изменить вашу жизнь. Эта история не только о магии или эпических битвах. Она учит нас чему-то глубокому о внутренней борьбе между добром и злом внутри каждого из нас. Давайте привнесем этот урок в нашу повседневную жизнь. Подумайте о тех случаях, когда вы сталкиваетесь с трудностями, когда кажется, что все идет не так, и вашим разумом начинают доминировать негативные мысли. Это похоже на то, что Асмадей пытается взять управление на себя. Теперь обратите внимание. Так же, как Соломон использовал свою мудрость и внутреннюю силу, чтобы вернуть себе трон, вы также можете использовать свою внутреннюю силу, чтобы преодолеть эти негативные мысли и восстановить контроль над своей жизнью. Эта история напоминает нам, что даже самые мудрые могут быть обмануты негативными намерениями. Поэтому мы всегда должны осознавать свои мысли и выборы. Асмадей представляет те разрушительные мысли, которые уводят нас от наших целей. Соломону, хотя он и был могущественным и мудрым царем, пришлось сражаться, чтобы вернуть себе место. Можете ли вы представить себе внутреннюю и внешнюю борьбу, с которой он столкнулся? Чему мы можем научиться из этого? Важно всегда быть бдительными и использовать свою мудрость для сохранения контроля над своей жизнью. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, помните, что у вас есть силы их преодолеть. Каждый из нас несет в себе метафорическое кольцо, способность выбирать свои мысли и действия. Используйте эту мудрость, чтобы привлечь хорошее и не попасть в ловушки негативных мыслей. Подобно тому, как Соломон вернул себе трон, вы тоже можете преодолевать препятствия и достигать своих целей. Никогда не забывайте, борьба добра и зла происходит внутри каждого из нас. Теперь я хочу показать вам семь скрытых кодов, которые Соломон оставил в Библии, особенно в книге-притче. Эти коды помогут вам контролировать силу мыслей, и если вы примените их на практике, ваша жизнь существенно изменится. Но перед этим вам пора поставить лайк и оставить комментарий. Это поможет мне узнать, действительно ли я приношу вам пользу. Это моя главная цель. Начнем с первого кода – важности мудрости. В притчах 4. Семь Соломон учит нас чему-то очень ценному. Мудрость – главное. Итак, приобретай мудрость, из всего своего имущества приобретай разум. Это возбуждает ваше любопытство, не так ли? Думайте о мудрости, как о компасе, который ежедневно направляет наши мысли и действия. Когда мы сталкиваемся с трудными решениями, именно мудрость помогает нам выбрать правильный путь. Представьте себя на распуте, не зная, в каком направлении двигаться. Мудрость подобна тому надежному другу, который всегда указывает вам правильные направления. А вы хотите узнать больше об этих тайнах закона притяжения. Поиск мудрости необходим для привлечения хороших вещей и избежания ловушек. Теперь представьте мудрость, как фонарик, который освещает ваш путь, не давая вам споткнуться о камни или упасть в яму. И самое интересное еще впереди. Мудрость помогает нам увидеть возможности, которые открываются перед нами, и принять решения, которые приведут нас к успеху и счастью. Давайте применим это к повседневной жизни. Подумайте о времени, когда вам пришлось принять важное решение. Например, выбрать работу, разрешить конфликт или спланировать свое будущее. Мудрость помогла вам оценить все. За и против. Рассмотреть последствия и принять обоснованное решение. Разве это не невероятно? Сейчас я расскажу вам кое-что очень интересное. Так что обратите внимание, согласно закону притяжения, наши мысли и чувства притягивают опыт, которым мы живем. Когда мы ищем мудрости, мы привлекаем ясность, проницательность и обоснованные решения. Это похоже на волшебный ключ, который открывает двери к новым возможностям и в то же время не позволяет нам попадать в проблемные ситуации. Более того, мудрость помогает нам сохранять позитивный настрой. Когда мы вооружены знаниями и пониманием, мы чувствуем себя уверенно, встречая жизненные трудности. Мы как будто носим доспехи, которые дают нам смелость двигаться вперед, даже когда путь труден. Так как же нам обрести больше мудрости? Во-первых, всегда будьте открыты для обучения. Читайте книги. Разговаривайте с мудрыми людьми. Размышляйте о своем собственном опыте и, прежде всего, будьте готовы слушать и расти. Чем больше знаний вы приобретете, тем более подготовленными вы будете к принятию решений, которые привлекут хорошие в вашу жизнь. Притчи 4. Всем напоминают нам, что мудрость – это самое главное. Сделайте это своим приоритетом. Ищите его всем своим сердцем и всеми своими ресурсами. Таким образом, вы вооружите свой разум и душу инструментами, необходимыми для создания жизни, полной успеха и счастья. Готовы ли вы искать эту мудрость и изменить свою реальность? Давайте вместе расшифруем мудрость притчей и воспользуемся ею, чтобы сформировать светлое будущее. Начнем с кодекса 2. Берегите сердце. Притчи 4 часа 23 минуты. Это одно из самых глубоких поучений притчей. Более всего того, что следует беречь. Береги свое сердце, ибо из него происходят источники жизни. Эта фраза возбуждает ваше любопытство, не так ли? Этот стих напоминает нам о важности защиты наших мыслей и чувств, поскольку они являются источником всего, что мы переживаем. Представьте, что вы просыпаетесь в хорошем настроении, но в течение дня встречаете негативных людей, сталкиваетесь со стрессовыми ситуациями и наполняете себя плохими мыслями. Как это влияет на ваше настроение и действие? Вероятно, вы начнете чувствовать уныние и, как следствие, привлечете еще больше негативных ситуаций. Самое интересное, что защита сердца – ключ к изменению этой динамики. Сейчас я расскажу вам кое-что очень интересное, так что будьте внимательны. Когда мы охраняем свои сердца, мы тщательно выбираем то, что позволяем проникнуть в наши умы и чувства. Это значит избегать, когда это возможно, негативных людей и ситуаций искать то, что нас вдохновляет и наполняет радостью. Подумайте о простых повседневных вещах, слушайте любимую музыку, проводите время с людьми, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо, или даже наслаждайтесь природой. Все это помогает сохранить ваше сердце защищенным и полным позитивной энергии. Согласно закону притяжения, позитивные мысли и чувства действуют как магнит, притягивая хорошую энергию и возможности. Охрана своего сердца необходима для поддержания этого позитива. Представьте себя антенной, улавливающей и излучающей частоты. Если ваша антенна полна помех и шума, вы не сможете улавливать хорошей частоты. Но если за ним хорошо ухаживать, исключая помехи, вы будете получать четкие и сильные сигналы. Давайте рассмотрим это на практическом примере. Вспомните момент, когда вы решили отбросить негативные мысли и сосредоточиться на позитиве. Возможно, это был день, когда вы решили видеть во всем хорошую сторону, даже перед лицом трудностей. Как это изменило ваш день? Вы, вероятно, почувствовали себя легче, энергичнее и дела пошли лучше. Это сила, охраняющая сердце. Притчи 4 часа 23 минуты учат нас, что защита сердца имеет основополагающее значение, потому что из него исходят источники жизни. Если мы хотим привлечь хорошие, нам нужно позаботиться о том, что мы впускаем свои мысли и чувства. Помните, у вас есть право выбирать свои эмоции. Используйте эту мудрость сознательно, и вы увидите, как ваша жизнь может измениться удивительным образом. Готовы ли вы защитить свое сердце и привлечь больше хорошего? Теперь давайте перейдем к кодексу 3. Сила слов. Притча 18 часов 21 минута. Сегодня мы исследуем глубокое учение из притчи 18 часов 21 минута. Смерть и жизнь во власти языка, и любящий его вкусит плоды его. Это вас интригует, не так ли? Задумайтесь на минутку о том, как слова, которые вы используете, влияют на вашу жизнь и жизнь окружающих вас людей. Наши слова обладают невероятной силой создавать или разрушать, исцелять или ранить. Представьте себе обычный день. Вы просыпаетесь и находите того, кто вам нравится. Если вы скажете что-нибудь позитивное, например, «Доброе утро», «Ты сегодня выглядишь потрясающе», «Ты сможешь сделать их день» и свой тоже. Но если вы начинаете свой день с жалоб или высказываний чего-то негативного, например, «Сегодня будет плохой день», это может негативно повлиять на всех вокруг, в том числе и на вас самих. Слова, которые мы выбираем, оказывают глубокое влияние на нашу реальность. Хотите понять тайны закона притяжения? Наши слова обладают силой привлечь то, что мы желаем. Когда мы говорим позитивно, мы посылаем вселенной сигналы о том, что мы открыты для получения хороших вещей. Это похоже на посадку семян в саду. Если мы посадим хорошие семена и будем заботиться о них, мы пожнем замечательные плоды. И самое интересное, что наши слова и есть эти мощные семена. Сейчас я расскажу вам кое-что очень интересное. Обратите внимание, слова, которые мы выбираем, формируют нашу реальность. Если вы постоянно жалуетесь и используете негативные слова, вы создаете вокруг себя негативную среду. С другой стороны, если вы говорите с оптимизмом и надеждой, вы привлекаете положительную энергию и новые возможности. Давайте рассмотрим это на практическом примере. Вспомните случай, когда вы поддержали кого-то или получили слова ободрения. Что вы почувствовали? Вероятно, это дало вам новую перспективу, заряд энергии и уверенности. В этом сила слов в действии. В повседневной жизни мы можем использовать эту силу в своих интересах. Начинайте день с позитивных утверждений, таких как «Я смогу это сделать», «Сегодня будет чудесный день» или «Я заслуживаю хороших вещей». Посмотрите, как это меняет ваш характер и привлекает благоприятные ситуации. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, вместо того, чтобы говорить, «Я не могу этого сделать», «Попробуйте сказать», «Я найду решение». Этот сдвиг в языке может изменить ваш взгляд на проблемы. Притчи 18 часов 21 минута напоминают нам, что язык имеет власть над жизнью и смертью. Крайне важно, чтобы мы использовали эту силу ответственно. Говорить позитивно – это не просто быть оптимистом, а создавать реальность, в которой ваши слова превращаются в позитивные действия и результаты. Теперь давайте перейдем к четвертому коду. Необходимость цели. Притчи 16.3. Это одно из самых вдохновляющих поучений в притчах. «Предай дела твои Господу, и помышления твои утвердятся». Этот стих показывает нам, как важно иметь четкую цель и доверять Богу в руководстве нашими действиями. Наличие цели похоже на компас, который направляет наши шаги и удерживает нас на правильном пути. Подумайте о своей повседневной жизни. Когда у вас есть четкая цель, ваши действия естественным образом направляются на достижение этой цели. Например, представьте, что вы решили накопить денег, чтобы купить дом. Каждое финансовое решение, которое вы принимаете, руководствуется этой целью. От экономии на небольших расходах до поиска выгодных инвестиций. Когда у нас есть ясность цели, нам становится легче сохранять концентрацию и принимать решения, которые приближают нас к нашей мечте. Согласно закону притяжения, ясность цели помогает нам добиться желаемых результатов. Давайте представим, что наши мысли подобны лучу света. Когда этот свет рассеян, он не имеет большой силы. Но когда он сфокусирован, как лазер, он может прорезать даже самый прочный материал. Наличие четкой цели похоже на преобразование наших рассеянных мыслей в сфокусированный лазер, эффективно направляющий нашу энергию. И самое интересное еще впереди. Доверяя Богу свою цель, мы согласовываем свои действия с большей силой. Это похоже на сильный ветер, дующий в наши паруса и подталкивающий нас в правильном направлении. Это не только дает нам больше сил, но и дает уверенность в том, что мы на правильном пути, даже когда мы сталкиваемся с препятствиями. Когда мы доверяем свои дела Богу и имеем ясную цель, наши мысли укрепляются. Это означает, что наш ум становится более сосредоточенным и решительным. И мы начинаем привлекать людей, возможности и ресурсы, которые помогают нам достичь наших целей. Как будто Вселенная играет в нашу пользу. Откройте двери и уберите барьеры. Придумайте практический пример. Представьте, что ваша цель – открыть собственный бизнес. Доверяя Богу эту цель, вы начинаете видеть возможности, которые раньше оставались незамеченными. Возможно, вы найдете кого-то, кто захочет стать вашим партнером или обнаружите источник финансирования, о котором вы не знали. Если у вас есть ясная цель, каждый ваш шаг наполнен намерением и направлением. Притча 16. Три учат нас, что доверие Богу и наличие ясной цели необходимы для достижения наших целей. Это помогает нам сохранять концентрацию и добиваться положительных результатов. Когда наше действие руководствуется высшей целью, мы испытываем чувство удовлетворения и покоя, зная, что находимся на правильном пути. Теперь давайте перейдем к коду 5. Щедрость привлекает процветание. Притчи 11 часов 25 минут. Давайте рассмотрим одно из самых сильных учений притчи. «Щедрая душа будет процветать, и тот, кто слушает, тоже получит ответ». Этот стих показывает нам, что щедрость не только помогает другим, но и приносит процветание в нашу собственную жизнь. Давайте разберемся, как это работает и как мы можем применить это в нашей повседневной жизни. Представьте себе день, когда вы решите помочь кому-то, возможно, предложив свое время, деньги или даже просто проявив доброту. Это действие, хотя оно и может показаться незначительным, создает вокруг вас положительную энергию. Это как посадить семя в плодородную почву. Хотите узнать эти тайны закона притяжения? Это положительная энергия, которую вы генерируете, проявляя щедрость, привлекает к вам еще больше хорошего. Воспринимайте щедрость, как неиссякаемый источник хорошего настроения. Когда вы отдаете от всего сердца, не ожидая ничего взамен, вы открываете двери к новым возможностям и значимым отношениям. Эта энергия, которую вы излучаете, возвращается к вам удивительным образом. Сейчас я расскажу вам кое-что очень интересное. Обратите внимание, проявляя щедрость, вы создаете цикл изобилия. Давайте рассмотрим практический пример. Представьте, что вы помогаете коллеге с трудным проектом. Помимо укрепления отношений, возможно, в будущем этот человек сможет помочь вам в ответственный момент. Щедрость создает сеть поддержки, которая может быть необходима в разные периоды жизни. Притча 11 часов 25 минут учит нас, что щедрая душа будет процветать. Это означает, что, проявляя щедрость, мы развиваем жизнь в изобилии и процветании. Щедрость – это не только предоставление материальных благ, но и время, внимание и любовь. Каждый добрый поступок – это важная часть пазла жизни. Теперь давайте перейдем к кодексу 6. «Дисциплина как путь к успеху». Притча 12.1 Давайте рассмотрим важность дисциплины в достижении успеха, основываясь на учении Притчи 12.1. «Кто любит исправление, тот любит знания, а ненавидящий обличение – зверь». Этот стих учит нас, что дисциплина и готовность учиться необходимы для роста и успеха в жизни. Представьте себе спортсмена, готовящегося к большому соревнованию. Он тренируется каждый день, соблюдает строгую диету и полностью посвящает себя своей цели. Именно эта дисциплина помогает ему не сбиться с пути и позволяет ему достигать совершенства. Если вы хотите понять тайны закона притяжения, дисциплина в мыслях и действиях необходима для достижения положительных результатов и достижения наших мечтаний. Представьте, что у вас есть цель, например, освоить новый навык или улучшить свое здоровье. Без дисциплины легко отвлечься и потерять концентрацию. Но с дисциплиной вы обязуетесь регулярно тренироваться, делать здоровый выбор и сохранять мотивацию даже перед лицом трудностей. Именно эта последовательность приводит нас к успеху. Сейчас я расскажу вам кое-что очень интересное. Обратите внимание. Дисциплина – это не просто следование строгим правилам. Это формирование привычек, которые приближают нас к нашим целям. Согласно закону притяжения, дисциплинированные мысли помогают нам сохранять позитивный и целенаправленный настрой. Когда мы дисциплинированы, наши действия отражают наши самые сокровенные желания, согласовывая нас с энергиями, которые мы хотим привлечь. Давайте рассмотрим это на практическом примере. Представьте себе студента, который хочет сдать сложный экзамен. Он устанавливает график занятий, регулярно просматривает материалы и при необходимости обращается за помощью. Эта дисциплина в учебе значительно увеличивает ваши шансы на успех. Тот же принцип применен к любой сфере жизни, будь то карьера, отношения или здоровье. Дисциплина является ключом к прогрессу и самореализации. Притчи 12.1 напоминают нам, что любить исправление значит любить знания. Это означает, что мы готовы учиться на своих ошибках и всегда стремимся к совершенствованию. Дисциплина помогает нам сосредоточиться и стремиться к достижению наших целей, даже когда мы сталкиваемся с трудностями. Это помогает нам преодолевать препятствия и продолжать двигаться вперед. Теперь давайте перейдем к кодексу 7. Доверьтесь Богу. Притчи 3. 5.6. Давайте рассмотрим одно из самых важных учений притчи. Доверие Богу. В притчах 3. 5.6 говорится. «Надейся на Господа всем сердцем Твоим и не полагайся на разум Твой. Во всех путях Твоих познавай Его, и Он сделает стези Твои прямыми». Этот стих учит нас тому, как важно доверять Богу всем своим существом, а не только нашему собственному пониманию вещей. Представьте, что вы едете ночью по незнакомой дороге. Фары машины освещают лишь несколько метров вперед, но ты веришь, что путь есть, даже если не видишь Его полностью. Точно так же доверять Богу означает двигаться вперед, даже когда мы не можем все ясно видеть. Мы знаем, что Он направляет наши шаги. В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с ситуациями, ответы на которые не ясны. Возможно, вы переживаете трудные времена на работе или сталкиваетесь с проблемами в отношениях. Соблазн состоит в том, чтобы доверять только тому, что мы можем видеть и понимать. Но притчи напоминают нам о необходимости доверять чему-то большему, чему-то, что превосходит наше понимание. Когда мы доверяем Богу, мы освобождаем место для чудес и неожиданных решений в нашей жизни. Это все равно, что посадить семя в землю и поверить, что, даже не видя его, оно вырастет и станет сильным деревом. Наша вера и доверие это плодородная почва, на которой могут процветать наши мечты. Согласно закону притяжения, эта вера во что-то большее объединяет нас с положительными энергиями. Когда мы признаем Бога во всех отношениях, мы позволяем Ему вести нас, создавая естественный поток благословений в нашей жизни. Представьте себе, что вы живете без груза забот, зная, что существует более великая сила, заботящаяся о каждой детали. Давайте рассмотрим практический пример. Подумайте о ситуации, в которой вам пришлось довериться чему-то за пределами вашего понимания. Возможно, это было трудное решение, когда нужно было следовать своему сердцу, а не логике. Когда вы полностью доверяете, вы замечаете, что все начинает происходить удивительным образом. Двери открываются, появляются нужные люди и решения материализуются. Притчи 3. 5 дефис 6 учит нас, что доверие Богу имеет основополагающее значение для полноценной и успешной жизни. Это дает нам душевное спокойствие и уверенность в том, что мы на правильном пути. Если вам понравился этот контент и вы хотите продолжить узнавать о том, как дисциплина и уверенность могут изменить вашу жизнь, не забудьте поставить лайк видео, оставить свой комментарий и подписаться на канал. Активируйте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Давайте отправимся в этот путь роста и самореализации вместе. субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok